70-летие победы, 55 лет первому полету человека в космос, экология и вот теперь чемпионат мира по футболу в России. Актуальность тем для областного конкурса граффити всегда попадает в десятку. В 2018 году более 200 работ из 40 с лишним муниципалитетов. В победителях Ивантеевский Лев Яшин, Бронницкий Месси, Щелковский Акинфеев и символ нашего мундиаля Одинцовский Забивака от Дмитрия Левочкина и его напарника Алексея Кошелева. Ребята молодцы, об этом говорили мировые СМИ, народное сообщество, все, кто живут в социальных сетях и уже даже самые большие циничные, ну самые большие циники, которые вообще критически относятся к власти, мне писали сообщение, слушайте, круто вы замутили. Мне кажется, это когда искусство, оно выше политики, оно выше экономики, оно вот такое, какое оно есть. Поэтому я очень признательна всем участникам за то, что благодаря вашему таланту, благодаря вашему желанию, иногда куче потерянных сил, вот получаются такие замечательные вещи. За четыре года конкурс изменил не только внешний облик городов Подмосковья, но и отношение многих людей к самому граффити, как виду искусства. Люди стали видеть в уличных райтерах настоящих художников. Сама заметила, проезжая по городу, замечая какое-то пустое пространство и иногда стены, ну такие, домов, и думаю, а вот здесь бы очень хорошо, если бы наши художники граффити постарались и что-то бы здесь разрисовали. То есть эволюция нашего конкурса и отдельно взятых людей, имеющих то или иное отношение к этому конкурсу. По словам организаторов, все работы оценивались в жюри самым внимательным образом. Неважно, принадлежали они профессионалам или начинающим любителям, самый престижный специальный приз от организаторов получают наши художники Дмитрий Левочкин и Алексей Кошелев. При этом Дмитрий в следующем году, скорее всего, будет участвовать в конкурсе уже в ином качестве. Мне кажется, Левочкин уже пора стать членом жюри, он уже просто... Мы нечестно постоянно участвуем в конкурсе. Пойдешь в следующем году? Согласен, конечно, конечно, пойду. Заслуженная награда уходит в Одинцовский район. Как признание одновременно таланта, трудолюбия и новаторского подхода создателей огромного и яркого полотна с изображением обаятельного золотого символа Чемпионата мира 2018. У нас, значит, используются впервые вообще в мире, именно в морал-арте, рефлективные краски российского производства. Когда мы брали эту большую партию краски, люди даже не понимали, зачем она. Обычно ее берут на знаки подкрашивания дорожные. Мы также использовали металлизированные краски, которые за счет преломления света, отражаемости, могут изменять температуру самого фона фасада. То есть зимой это по одному смотрится в солнечной погоде, по-другому на закате по-другому. И как бы с использованием рефлективных красок, если направляется свет какой-нибудь, да, то получается эффект страбирования или светодиодов. В следующем году подмосковный конкурс граффити планирует посвятить людям разных профессий и провести его под девизом «Герои среди нас». Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.